Всем привет! Пока вы на каникулах корреспондента «Альма-Матер» на чеку. Чтобы всегда держать вас в курсе самых интересных и важных событий студенческой жизни. В ближайшие 15 минут с вами программа «Альма-Матер» и мы, Михаил Коробицкий и Анна Аксенова. Какая все-таки замечательная вещь – каникулы! Это как в анекдоте. Назовите мне три вещи, из-за которых вы любите университет. Проще простого – июнь, июль, август. Аня, Аня, а еще отличница! Ну, надеюсь, меня преподаватели не слышали. Да ладно тебе! Они и сами не проще отдохнуть. Лето ведь! Как проводят эти жаркие дни школьники, абитуриенты, студенты и выпускники? Смотрите в нашем дайджесте. Школьный базар 2014 начнет работу в Могилеве 1 августа. Это будет первая и самая крупная школьная ярмарка в регионе. Развернется она на площадке возле Дворца культуры области. Посетителей ждет широкий выбор товаров школьного ассортимента. От канцелярских принадлежностей и ранцев до одежды делового стиля и спортивной обуви. Кроме того, в формате ярмарки будут организованы детские игровые и развлекательные программы. Работать школьный базар будет с 10 до 18 часов по 7 сентября включительно. В первых числах августа в областном центре планируется развернуть школьные базары и в крупных спальных микрорайонах. В ряде магазинов создадут специальные отделы. В некоторых объектах торговли малообеспеченным семьям предоставят дополнительные скидки для подготовки детей к школе. Всего по области с августа по сентябрь будут работать около 100 школьных базаров. Также планируется провести в регионе более 200 расширенных выставок продаж для школьников. На некоторых из них будет организована демонстрация школьной одежды. Выпускники Могилевского высшего колледжа МВД встретились в Альма-Матер спустя 20 лет. В мероприятии, посвященном 20-летию со дня окончания учебного заведения, собрались более 40 выпускников со всей республики. Бывшие курсанты заглянули в знакомые кубрики, посетили спортивные залы, опробовали учебные полигоны. Наведали они и столовую, где с ностальей попробовали курсантский компот. Затем гости возложили венок и цветы к памятнику легендарному батальону милиции капитана Владимирова в деревне Гаи. Могилевские школьники приняли участие в новом культурно-историческом проекте «Аллея героев». Вместе с учителями они собрали, подготовили и записали информацию о защитниках Отечества, уроженцах Могилевщины. Теперь сведения о подвигах и жизни героев Советского Союза жители областного центра могут узнать не только на одноименной аллее, но и в общественном транспорте. Например, по дороге на работу. Для этого выбрали самые популярные маршруты. 114 историй будут звучать в автобусах и троллейбусах до конца лета. Так одни жители вспомнят, а кто-то узнает о подвигах наших героев. Национально мне было, конечно, сложно записать истории людей, которые стояли за родиной. Уф, жара в такую погоду, только мороженое и на пляж. Это ты абитуриентам скажи. Вот у них жара так жара. Но есть в этой вступительной кампании свои герои. Те, кто сдал тесты на максимальные 100 баллов. Вот у меня один вопрос. Как? Как они смогли это сделать? Как добиться такого блестящего результата? Альма Матер узнала из первых уст. Вот они, герои вступительной кампании 2014. Эти ребята сделали то, о чем другие только мечтали. Они выполнили программу «Максимум». Сдали тестирование на 100 баллов. Самое главное – это прикладывать много усилий и четко ставить перед собой цели. И поэтому можно добиться совершенно всего. Что касается меня, то я думаю, что это у меня донос рождения. Потому что просматривая тест, я могу, даже не зная правила, интуитивно угадать, какие варианты где-то поставить. В этом году централизованное тестирование на 100 баллов сдали всего 8 абитуриентов из Могилевской области. Хотя в прошлом году 100 бальников в регионе было в два раза больше. Владислав Клеменков, единственный на Могилевщине, в этом году ответил правильно на все вопросы по белорусскому языку. И стал лучшим среди более 2000 абитуриентов. Подготовка была заключена в прорешении тестов предыдущих лет. Мы, наверное, прорешали. Вот у меня есть централизованный сборник тестов предыдущего года. Из него мы прорешали все 10 вариантов, наверное. Готовился Влад без репетиторов. Ходил на факультативы в родной лицей БРУ. Дважды в неделю по два часа. Плюс занимался дома по полтора часа в день. Хочу, конечно, сказать спасибо нашей участнице белорусского языка Кокотова и Любовь Андреевне за то, что она сделала все, чтобы мы хорошо сдали ЦТ. Елена Азарко, одна из двух счастливчиков в регионе, которым удалось набрать 100 баллов по русскому языку, обошла более 9000 абитуриентов. Готовиться начала еще в сентябре. Это был, конечно, не каждый день. Очень тяжело высидеть за учебниками. Но я старалась как можно больше времени уделять русскому языку. И где-то 2-3 часа в день. Я пользовалась двумя очень хорошими книжками, которые могу всем посоветовать. Это вот эта вот книжка «Русский язык в таблицах и тестах». По ней очень хорошо готовится. Очень много правил и исключений. И еще одна книжечка вот такая. В ней тоже очень хорошо посмотреть все правила и исключений. Готовиться к тестам Лене помогала школьная учительница. Это Мистеренко Валентина Ивановна, которая мне очень помогла. Ей хочу сказать огромное спасибо за эту подготовку. А еще ребята-стубальники говорят, во время подготовки к тестам нельзя отказываться от отдыха. Если хочется погулять, нужно сходить и погулять. Если хочешь встретиться с друзьями, нужно встретиться. Потому что это очень большая нагрузка, особенно психологическая. И надо как-то снимать стресс. Как обычно, я гулял с друзьями на улице. Можно было посидеть в интернете, отдохнуть, расслабиться музыку, послушать, на гитаре поиграть. Блестящие результаты ребята показали и по другим тестам, что помогло им поступить в престижные вузы страны. Лена стала студенткой Минского государственного лингвистического университета. А Влад поступил в Белорусский госуниверситет информатики и радиоэлектроники. С такими результатами в приемную комиссию только с гордо подняты головой. Побольше бы таких ребят в рядах студентов. Но абитуриенты все лето над учебниками корпели, а студентам, казалось бы, отдыхай, проблем не знай. Но они в эти жаркие денечки трудятся, не покладая рук. Работают и с удовольствием, ведь им есть ради чего стараться. Как подрабатывают этим летом студенты и ради чего они жертвуют отдыхом на каникулах, Альма-Матер узнала. Подработка на лето. И пусть больших денег студенту она не сулит, зато впечатлений масса. Скажите, вы когда-нибудь подрабатывали летом? Да, каждое лето, считай, работали в разных строительных организациях. Ну, в основном тут занятость такая летом была. Там фермы там что-то помогают делать. Ну и плюс зарплата такая неплохая. Это приятно, заработать самому деньги, уже осознавать, что ты на свой доход вышел, как бы имеешь уже свои какие-то деньги на представительские свои расходы. А на что вы потратили первую зарплату? На обучение, на права. Сложно сидеть дома и ничего не делать. Это на самом деле сложно. А работать нет, это не сложно. В любом случае ищите себя, не сидите дома, делайте то, что вам нравится. Вот молодцы, ребята! Не то, что мне недавно знакомый жаловался, мол, были такие грандиозные планы на это лето. А в итоге, как всегда, компьютер спать, иногда холодильник, компьютер спать. Привычка – страшная вещь. Вот-вот, а потом они же чаще всех и жалуются, что лето им мало, и каникул как не бывало. А всего лишь надо было выйти из-за компьютера. И даже те, кто этим летом подрабатывает, каникулы проводят с большей пользой и удовольствием, чем те, кто сидит у компьютера. Впечатлениями от летней работы студенты поделились с Альма Матор. Работа официанта – самая популярная работа среди студентов. Плюсы очевидны. Гибкий график, более-менее стабильный заработок, да и опыт в большинстве случаев необязателен. Елена пришла в официанты год назад. Была уверена, будет работать до конца лета, а осталось на год. Я студентка первого курса Белорусско-Российского университета. Учусь на инженера по автоматизации. На лето решила прийти поработать в клуб. Хороший шанс общаться с людьми, научиться зарабатывать самые деньги, самостоятельной быть. Коллектив хороший, все твоего возраста, весело, как одна семья уже все живем. А вот Евгений – коллега Елены. Уверен, официант – это мужская работа. Его стаж полтора года. Я учусь в архитектурно-строительном колледже на третьем курсе на профессию техник-строитель. Решил провести лето с пользой. Почему бы и нет? Почему не официант? Почему не бармен там или что-то вроде этого? То есть, если есть свободное время, желание, то все это можно исполнить. У Вероники самый большой опыт работы. За четыре года она доросла до старшего официанта. И теперь свое обучение в ВУЗе оплачивает сама. Мне нравится эта работа. Нравится общение с людьми. И я считаю, что все студенты должны работать. А вот Владимир выбрал для себя работу барменом. Парень учится на третьем курсе в Белорусском институте правоведения. И работа для него скорее увлечение, нежели потребность в деньгах. Бармен считается как и психиатр, и как священник. То есть, к нему могут люди обратиться с любой проблемой, и можно с ним об этом поговорить. Работу официанта лучше подыскивать еще весной. Ведь с летом зачастую штат уже набран. Дипломы о специальном образовании работодатель не потребует, зато обязательно получить санитарную книжку. А еще желательно быть аккуратным, шустрым, вежливым и хотя бы чуть-чуть знать английский. О трудностях первых рабочих дней ребята вспоминают неохотно. Запоминание составов блюд. Это все надо клиентам рассказывать, что куда как входит, надо все посоветовать. В первое время ноги ужасно болели, ночные смены. Ну, со временем быстро привыкаешь, входишь в этот график. Зато с опытом официант приобретает стрессоустойчивость и уверенность в себе. А это пригодится в любой работе. Хорошо, когда свои деньги, можно и сам себе все купить, что хочешь. Быть независимым от родителей, это, ну, как-то все-таки уже более какая-то ступень в взрослую жизнь. Ты сам работаешь, зарабатываешь деньги, а ты, ну, все-таки, ну, чувствуется. Зарабатывают официанты и бармены 2,5-3 миллиона в месяц. Это вместе с чаевыми. Да, немного, зато за лето можно накопить на отдых за границей, говорят ребята. А самое большое удовольствие – это ощущение денег, заработанных своим трудом. Герои следующего сюжета на летнюю работу идут как на праздник. Причем трудятся они совсем не ради денег. Бок о бок со студентами они создают вещи, на которые можно смотреть бесконечно. А главное, работают с таким старанием, что остается только позавидовать. Ибо ходят, но очень красиво. Победитесь сами. Есть много причин, чтобы на каникулах отдыхать. Но молодые люди с ограниченными возможностями уверены, есть сотни причин, чтобы летом работать. В центрах соцобслуживания населением всегда рады предложить занятость на лето. Для ребят это реальная возможность не только увеличить стаж работы, но и просто почувствовать себя наравне с остальными. Я с детства всегда рисовал, у меня все время получалось. Я ходил в художественную жду. На каникулы делать нечего, вот решил занять. В нынешнем году на летней занятости шесть учащихся высших и среднеспециальных заведений и столько же молодых людей с ограниченными возможностями. Но в работе ограничений не чувствуется. Одинаково хорошо и старательно ребята рисуют витражными красками и делают гипсовые барельефы. На самом деле это довольно интересно и помогает отвлекаться от всего того, что было после тяжелого года, тяжелого семестра. Ребята занимаются с очень большим удовольствием и с интересом. У всех все очень хорошо получается. Многие занимаются этой техникой впервые и даже очень удивительно просто ребята сходу рисуют. Для молодых людей с ограниченными возможностями такая летняя занятость – прекрасная трудотерапия на 11 дней. Нам из государственного небюджетного фонда выделены деньги в количестве 16 миллионов. которые мы используем следующим образом. То есть 50% из этих денег, то есть 8 миллионов у нас мы закупали расходные материалы и на 8 миллионов заработная плата для наших ребят. Попасть на следующую летнюю занятость в Октябрьский центр соцобслуживания населения несложно. Все, что требуется – студенческий билет, ну и, конечно, желание. А на сегодня у нас все. Увидимся ровно через две недели в среду на «Беларусь-2». Все любопытное и полезное в жизни студентов только в «Альма-Матар». Остался всего месяц лета, так проведите его с пользой. Всем пока. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова